Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, а жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, так будем жить и процветать, И строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять и от восторга засиять. 13 января, Васильев вечер. В ночь с 13 на 14 января Отмечают Старый Новый Год. Этот день называют Васильевым вечером, Потому что на следующий день церковь празднует память Василия Великого. Обязательным блюдом к этому празднику было блюдо из свинины. И все потому, что святой Василий Великий считался покровителем свиноводов. В народе даже существовала такая поговорка «Нечистая животина свинья». Да нет, у Бога ничего не чистого. Василий зимний осветит. Сегодня Василий вечер и Старый Новый Год. Щедрый вечер. В соответствии со старыми обычаями, отмечали не день Василия, а его канун. Василий вечер. Его еще называли щедрованием или щедрым вечером, поскольку колядующим раздавали подарки. Весьма распространены были сегодня вечером святочные гадания, как наиболее правдивые. Потому и говорили, что нагадаешь на Василий вечер, то и получишь. Существовало поверье, что в этот вечер нечистые силы крадут месяц, чтобы никто не видел их гуляния. В народе был распространен обряд варенья каши на Василий вечер. Кашу сегодня варили до рассвета. И когда хозяйка вынимала чугунок из печи, то произносила «Просим к нам в дом со своим добром». Если чугунок был полным, это считалось к удачному году. Если чугунок был наполнен не до краев, проблема. Сегодня ходили в гости, угощались пирогами и блюдами из свинины. Никаких новых дел сегодня не начинали. Верующие ходили в церковь, чтобы помолиться святому Василию. Приметы. Сегодня на столе обязательно должно быть блюдо из свинины. Скот будет плодовитым, а в семье будет лад и мир. Чем обильнее застолье, тем более удачливым будет год. Если хозяева хорошо примет калядовщиков, это к счастью. Считать мелочь в этот день нельзя. Это к горю и слезам. Если ночь звездная и ясная, урожай будет богатым. Теплая погода к дождливому лету. На улице туман к счастью и богатому урожаю. Сильная вьюга к богатому урожаю орехов. Все сны сегодня вещи. Если заболеешь на старый Новый год, то оправишься от болезни не скоро. На программу целебная кулинария. Ну, можешь так сказать. Итак, Ариана. Смотрите, для Арианы мы как раз будем готовить целебное блюдо. Несколько блюд. Значит, основной компанией, которая обладает целебными свойствами, это проросшая пшеница. Посмотрим, а с девушкой. Видишь, маленький проросточек. Беленький. Вот этот маленький беленький проросточек, это как раз и есть то, что надо. Значит, когда прорастает пшеница, вот до такого состояния, здесь появляются витамины ГРУП, которые нужны, плюс жизненная энергия, которая сразу же действует и укрепляет нас. И зимой, как выше, болезнь. Вот. Мы возьмем вот такие вот маленькие фруктики, да? Чтобы так сказать, создать вкус. Мы их возьмем в сольчное соль. Возьмем пшеницы. Какие-то маленькие лимончики, я не знаю. Вот, теперь смотрите, мы берем проросшую пшеницу. Просто-напросто. Можно две столовые ложки. Две столовые ложки, это как раз у нас будет две лосточки пшеницы. Так. И теперь, что нам надо? Нам надо еще витка взять. Мы берем мед. Точный мед. Можно ложечку? Вот. Так, любишь слоинько? Да. Солянно, любишь слоинько. А кто слоинько любит? Нет, простите меня. Семь. 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 Вот. Так. Добавляем сюда метка. Так, добавили. Чипак. Можно сюда положить, потому что потом ложку надо было. Теперь, что мы делаем? Ставьте симка. Все надо смешать. Значит, в качестве смесителя мы с вами будем использовать. Вот у нас есть мальчик. Это проросшее зерно, а это что? Да, это проросшее зерно, а это такие вот мальчики или мальчики. Посмотрите, добавляем. Это что мы делаем? Это мы с вами делаем серебное блюдо для того, чтобы осенью и зимой варить, которая поднимает, видите, проросшей пшеницы. Идет? Все, значит, это у нас уже не надо. Значит, теперь закрываем. Опа. Арина, включаем. Вот эту кнопочку, ты думаешь? Раз. Опа. Подали, как сказать, напряжение на эту. Первое. Протяжка. Все, все, все. Я буду на почистке. Теперь на пятую. Эх, ревер. Сейчас мы снова промежем. И мы попробуем. Теперь давайте. Чашечки? Вставайте бокальчики. Молода-то будет. На мальчиках будет самая хорошая. Чашечки. Вставайте. Притащи еще стаканчик. Притяще. 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 Запоминай. Каждое утро мы будем вместо служебного педа. Давайте. Прими за лекарство. Да? Давайте. Вместо это маленьких мангалинчиков. Что можно кидать? Можно любую зелень кидать. Хватит, хватит. Это крупа, да? Пробуйте. А вместе? По слаще. А по слаще нельзя? По слаще. Все зависит от вкуса. Если вы хотите более слаще, просто вместо одной столовой ложечки добавите две столовые ложечки мёда. Можно мандарин, можно лимон туда добавить? Не обязательно мандарин, а не мангал? Попробовали? Что вы скажете? Нормально. Нормально, да? Да. Пятно. Сильно. Ну-ка наш, попробуй. Как тебе этот напиток? Мы ездим. Мы ездим. Мы ездим. Мы ездим. Мы ездим. Наняем гальса. Иди попробуем, нельзя пробегать. Это мы сейчас ополаскиваем и делаем новый напиток. Вы попробовали? Не обязательно выпивать. Просто вы попробовали, да? Можете выпить. На добрую память. Смотрите. Теперь мы с вами готовим вроде бы то же самое, вроде бы то же самое, да? Но с другим. Мы с вами введем кинза, укроп, кинза. Вглубь только надо. В коробку. А если три еды, но в меню на кинза. И сюда, смотри. Вот так. С вами ручками положи. Вот. Смотрите. Укроп, нельзя. Это для тех, кто хочет сбросить лишний вес, воду и так далее. Смотрите. Опять-таки мы с вами заговорим. Ну как тебе лезть в чельничку? Помольше, помольше. Вот. Сюда. Еще разок. Вот. Вот. Отлично. Значит, что тут? Вот сейчас мы его с вами пили. Одна его перемолола, чтобы более тщательно перемолола. Просто у нас сейчас времени нет. Два раза надо перемолола. Чтоб мелкая фракция была, как с ледой. Так. Смотрите, у нас тут хорошая чельничка. Да? Теперь кинза, укроп. И медок мы с тобой забываем. Некоторые говорят, надо послаживать. Ну, мы берем большую ложку леда. Что добавили теперь? Кинза, укроп. Большая ложка леда. Да. Добавили. Укажем вашего повара, поднимите его. Все подниму. Да-да-да. Подождите. А что она живет? Теперь что мы берем? добавили, да? Да, добавили. Кипичка берем. Обачки. Наливаем. Арианда, наливаем. Молодец. Так, налила. Можешь вот отсюда. О, хорошо. Вот и не хорошо. Эдик. То есть это, можно сказать, молестный завтрак. Это вообще очень сытно. Вот так. Закрываем. Арианда. Правильно? Нет. Папа. Один. Простяжка, продуха. Пять.